Когда-то сербскую житницу Воеводину украшали тысячи мелких домохозяйств с деревенскими домами с красными крышами и крытыми верандами в окружении акации и грецкого ореха. Это были сельские хутора или салаши, как их у нас называют, которые стали появляться с 1779 года, когда Мария Терезия выпустила указ, по которому Субботица получила статус свободного королевского города. Благодаря этому жители Субботицы выкупили землю в окрестностях города, а эти 12 пустырей были одним из самых крупных земельных владений в Габсбургской империи. Владельцы мелких участков строили на этой земле дома и обустраивали свою жизнь. Единственное, что покупали жители хуторов, это соль, сахар и керосин. Все остальное они производили сами. Они занимались ткачеством, вязанием, изготавливали одежду и даже обувь. На хуторах были и школы, так что они и в этом не зависели от городов. В усадьбах проживало по несколько поколений, а руководил тот, кому принадлежало имущество. Расцвет хутора переживали в середине 19 века, а в упадок они начали приходить в конце 70-х годов прошлого века, когда люди в массовом порядке покидали село. Но, когда одни покидали села, другие пускались в авантюру, переустраивали старые заброшенные крестьянские хозяйства в пансионы с домашней кухней, где гостям предлагается и несравненный покой бескрайной равнины. Среди таких смельчаков был и уроженец сплита Александр Самарджия, открывший вместе с друзьями хутор 137 в Ченее на старой дороге Новый сад Субботица. В то время, в конце прошлого века, возрождение хуторов было редкостью, а в отличие от других, носивших чье-либо имя, этот хутор обозначался только почтовым номером 137, сохранившимся еще со времени Австро-Бенгрии. Хутор сначала был своеобразным клубом закрытого типа, но вскоре открыл свои двери для гостей и путешественников. Сегодня этот хутор летом работает в Ченее, а зимой открывает свой филиал в горах Капаоник, в комплексе Солнечные вершины, где принимает лыжников и любителей зимнего отдыха из Сербии и из-за рубежа. Приезжают сюда отовсюду – из Новисада и Белграда, из республик бывшей Югославии, из Италии, Франции, Испании, Нидерландов, Греции. Хутор существует уже 280 лет и свидетельствует о том, что крестьянскую усадьбу можно превратить в идеальное место для отдыха. Сначала он располагался на площади 4 гектара, а потом разросся и занимает 11 гектаров. Здесь посетители могут покататься верхом или в экипаже, поиграть в мини-футбол, волейбол и бадминтон, поучиться игре в гольф, стрелять из лука. Старинный жилой дом с аутентичными предметами домашнего обихода превращен в ресторан. Стены в нем покрашены с нанесением узора, а интерьер оформлен израсцовыми печами, старинными комодами, сундуками, скамейками и другой мебелью того времени, когда хутора были просто местом обитания земледельцев и скотоводов. Столы покрыты клетчатыми скатертями, а угощают здесь блюдами, традиционные для воеводины кухни. Копченостями из собственной коптильни, похлебкой из телятины, слоеными пирогами с творогом, индейкой с мацой, запеченной фасолью с колбасками, голубцами и, конечно же, пирожными. На хуторе стремятся готовить домашние блюда, и потому здесь появилась козья ферма с поголовьем в 60 кос. Из козьего молока готовят сыр, добавляя в него трюфели, укроп или грецкие орехи. Индейки, куры и свинины закупаются на соседней ферме. Баранина, каймак и копченая говядина поставляются со златибора, а хлеб и хлебобулочные изделия выпекаются на хуторе. С несколькими хуторами, имеющими сертификат сельскохозяйственного факультета из Новый Сада, которые занимаются выращиванием органических овощей, сотрудничают уже много лет. Философия владельцев хутора заключается в здоровом питании и сохранении традиций национальной и региональной кухни, так что неудивительно, что противники фастфуда как раз на хуторе 137 основали движение Slow Food. На хуторе можно переночевать или же отдохнуть некоторое время. На хуторе есть небольшой отель из 15 номеров, обставленных в стиле Alt Deutsch, сауна и тренажерный зал. Сюда нередко приезжают и охотники, особенно итальянцы, испанцы, французы и македонцы. Один из владельцев хутора и сам большой любитель охоты. Охутор 137 является членом Интернационального сафари-клуба, престижной организации, отделение которой работают в 37 странах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok